Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о работе известной журналистки из Канады, одной из ярких представителей антиглобализма Науми Кляйн, которая написала в свое время книгу под названием «Люди против брендов». Но вкратце я должен напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз, это о роли симулякров, что есть симулякры. Симулякры – это ситуация, когда мы имеем дело только с означающим. Это копия без оригинала, то есть есть означающая и нет означаемого, нет референта. Соответственно, на место исчезнувшего референта мы можем поставить все, что угодно. Вот этой логикой пользуются современные коммерческие структуры. Эту логику мы можем увидеть при различных построениях у разного рода брендинг-менеджеров и так далее. Но скажем следующее, что существует определенная разница между рекламой и брендингом. История рекламы начинается с того, что вообще реклама всегда была инструментом информации людей о каком-то вышедшем продукте. То есть нужно было эту информацию о каком-то новом произведенном товаре сообщить потенциальному покупателю. И далее реклама выступала уже в качестве такого продвигающего инструмента, помогающего наладить взаимосвязь между производителем и потребителем. Эта реклама, естественно, отношение к ней всегда было разным. Сначала реклама позволяла сориентировать, помогала сориентировать потенциального покупателя на определенный продукт. То есть уже не просто какой-то лавочник торговал мукой или сахаром, да. И люди шли не к какому-то человеку, который это продавал, а брали товар уже с определенным брендом на этикетке. Брали товар под определенным названием. И таким образом это название помогало сориентироваться. Что же такое брендинг? Понятно, что в эпоху тотальной гегемонии, можно сказать, рекламы, да, брендинг это была некоторая деятельность, которая, которую можно считать побочной. Но с развитием рыночной экономики брендинг вышел на первый план. И реклама уже не стала заниматься сугубо только информированием, да, покупателям о каком-то товаре. Рекламисты стали заниматься, рекламодатели стали заниматься именно раскруткой самих брендов. Что же такое брендинг? А брендинг связан с определенным моделированием жизненных ценностей, стандартов, установок и так далее. То есть брендинг это работа с определенным трансцендентным полем, с полем трансцендентных смыслов. То есть существует какой-то логотип и в виде означающего, опять же, да, на место означаемого можно здесь подставить все, что угодно. И бренды поэтому выходят далеко за пределы, собственно говоря, того товара, который они предлагают. Да, вот они начинают ассоциироваться у людей с целым спектром различных проявлений жизни, ценностей и так далее. Поэтому мы здесь имеем вот такой из всепроникающей, можно сказать, маркетинговой стратегии, которую использовали и компании, как Nike, как Polo, как Tommy Hilfiger, которая, вот последняя компания, да, Hilfiger, она, в общем-то, и выступила в качестве такого пионера стратегии всепроникающего менеджера, всепроникающего маркетинга. То есть эта компания проникала и в культуру, и в музыку, и в кино, в образование, в городской ландшафт. То есть это вот одна из первых таких коммерческих структур, которая в полной мере реализовала вот подобный подход. Вот по мере разрастания всего этого процесса мы стали сталкиваться уже с так называемым продвинутым брендингом, да, когда именно сам бренд является собой некоторый элемент культуры, определенный элемент массовой культуры, да. То есть мы можем быть всегда свидетелями того, как некоторые спортивные звезды, например, бегут на перегонки за тем, чтобы сняться в каком-то очередном там рекламном проекте, который бы рекламировал какой-то бренд. Ну, здесь можно вспомнить Майкла Джордана, который в свое время снимался в рекламе кроссовок Nike. И, в общем-то, сама компания стала отождествляться именно с духом спорта, как будто бы сам Nike являлся воплощением вот гениальности данного баскетболиста. То есть, когда человек покупал товар с логотипом Nike, у него, естественно, в ассоциативном таком сприятии, на уровне ассоциативного такого воображения сразу где-то промелькал Майкл Джордан. Ну и, соответственно, вот такие компании такого уровня, как Nike, они проникают вот куда угодно, и в культуру, и в образование, в различные мероприятия, да, в какие-то спортивные соревнования и так далее. То есть, ну, естественно, если мы говорим о Nike, то эта компания всецело концентрировалась на спортивной сфере. Нужно сказать, что вот существовало где-то вот в 80-х годах вот при Рейгане в Соединенных Штатах и при Маргарет Тэтчер политика снижения налогов на корпорации. То есть, корпорации таким вот посредством снижения налогов избавлялись от этого времени, и все это способствовало, естественно, развитию данных структур. Ну и, конечно же, легко себе представить, что определенные дотационные поступления снизились на государственный сектор, на финансирование там проектов разных государственных или музеев, или культурной сферы. И поэтому сюда всецело вовлеклись вот коммерческие структуры, которые стали заниматься спонсированием различных культурных мероприятий и так далее. То есть, это, ну, создало определенную почву для их спонсорской деятельности в середине 80-х. То есть, здесь нужно прежде всего отметить, что колоссальное значение имела вот политика снижения налогов на вот корпоративную деятельность. Ну и, конечно, как я уже сказал, вот все эти компании такие крупные, там, начиная от Мастеркард, там, или там, Данон, там, и заканчивая всеми остальными, они скупают произведения искусства, скупают разные права на интеллектуальную деятельность и так далее. Надо сказать, что огромное значение для исследовательского корпуса вот таких крупных коммерческих структур являлось подростковое пространство. То есть, эти организации и их менеджеры всегда занимались тем, что исследовали вот эти бедные районы, в которых проживали подростки, да, и чернокожие подростки в огромных количествах. Ну и пытались выявить характерные какие-то тренды, характерные мотивы, характерные интересы для этого слоя населения. То есть, подростковость в их тенденциях имела огромное значение для этих корпораций. И, собственно говоря, вот этот запрос на крутизну всегда являлся объектом их пристального внимания и какого бы то ни было исследования. Соответственно, они развернули огромную работу на баскетбольных площадках среди этих ребят, общались с ними, выявляли какие-то их интересы, их склонности и так далее. И потом, соответственно, создавали определенные концепции той же одежды, например. Это касается всех вот таких крупнейших производителей, как Nike, как Adidas, Polo, Hilfiger и так далее. Нужно сказать о том, что, конечно, когда мы говорим о бедных районах, о бедном населении, то это не совсем одно и то же, что мы обычно понимаем в России под словом «бедность». Потому что в Америке часто среди бедноты присутствуют люди, которые добровольно избрали для себя подобный образ жизни. Это определенный стиль, это отказ от системы и переход вот в такое состояние, которое можно было бы назвать неким таким дауншифтингом, неким внесистемным положением в обществе. То есть люди это выбирают совершенно добровольным образом. И вот крутизна со своей природой, она берет начало именно с бедности, как это ни странно. И часто, вот когда говорят «быть крутым», предполагает в какой-то степени утверждение «значит быть черным». То есть это в какой-то степени является определенным лозунгом по умолчанию. Ну и любая какая-то искренне оригинальная идея, которая рождается в молодежных кругах, часто оказывается в спектре, в таком фокусе внимания каких бы то ни было маркетинговых компаний. Они накладывают сразу огромное какое-то свое влияние на ту или иную среду и пытаются те или иные какие-то современные молодежные идеи обработать в коммерческом духе. Ну и тут можно вспомнить такие музыкальные коллективы, как, например, группы, которые были связаны с так называемым сиэтольским стилем, та же Нирвана с Куртом Кобейном, да, Перел Джем или Саундгарден. То есть это те музыкальные коллективы, которые в свое время вышли с какими-то новыми музыкальными концепциями, но вскоре они были также коммерциализированными. И вся эта искренность, вся эта какая-то революционность, да, самобытность, она сошла на нет. И это очень легко проследить, например, на поведении вдовы Курта Кобейна, Кортни Лав, которая из такой отъявленной отчаянной панк-рокерши превратилась в фигуру, которая фотографировалась уже впоследствии для глянцевых журналов. Да, ну и, соответственно, вот какая бы ни появилась, как я уже сказал, идея, да, и сколько бы она ни была оригинальной и самобытной, все это обрабатывается вот этими коммерческими организациями, крупными компаниями. Тут нужно еще сказать о том, что и порой происходит процесс в обратном направлении, то есть не коммерция, не какие-то компании нивелируют вот некоторую изначальную идею, да, а какой-то проект, который появляется на горизонте и который является выражением какого-то таланта, сам по себе коммерциализируется, да, и превращается в бренд, превращается вот именно в такой феномен. Тут можно вспомнить такие личности спорта, например, как тот же Майкл Джордан или Шакил Анил, или, например, такие группы, как Backstreet Boys, как Spice Girls, Green Day там и другие, которые также стали представлять, или Rolling Stones, например, которые со временем стали представлять собой уже собственный бренд. То есть тут процессы могут протекать как в одном, так и в другом направлении. В свое время Алексей Де Токвиль, известный французский философ и социолог, говорил о том, что проблемой, ну, он говорил об искусстве, проблемой современных художников, живописцев, да, является не уход в реализм, а наоборот, вот уход в какую-то иллюзорную реальность, после чего современному обществу будет сложно принять вот ту действительность, которая является настоящей, собственно говоря. И они вынуждены будут разочароваться, и действительно молодежь ориентируется на рекламные вывески, и часто просто им подсовывают ложные ценности, вместо того, чтобы действительно сориентировать их на какие-то должные модели поведения. Тут нужно, прежде всего, сказать, что за вот этим красивым фасадом скрывается такая жестокая реальность. Дело в том, что современные корпорации нацелены, прежде всего, на развитие вот своей маркетинговой составляющей, на развитие разного рода деятельности, связанной с брендинг-менеджментом, и поэтому сокращаются инвестиции, собственно говоря, в средства производства, в том числе это связано с сокращением штата сотрудников, и поэтому порой увольняют эти компании тысячами собственных сотрудников, потому что им в современных реалиях более выгодно ориентироваться на вложение средств, на, собственно говоря, ориентировать свои масштабные инвестиции именно в рекламные брендинговые проекты, поэтому они подыскивают подрядчиков и производят свою какую-то продукцию, исходя из принципа наименьших издержек в странах третьего мира, и уже давно не довольствуются капитализацией в 100%, там, в 200%, нацелены на получение прибыли в 400-300% и так далее, в 500%. То есть для них брендинг является, ну, главным инструментом, можно сказать, создающим добавленную стоимость. То есть, конечно, это все связано с массовыми сокращениями, и в свое время даже выступал руководитель корпорации «Левайс», которая в свое время гремела в 90-е годы, по поводу массового увольнения от 12 тысяч сотрудников, которое, в общем-то, прошло буквально за какие-то там два года, и эта компания вынесла свое производство тоже в страны третьего мира, ну, и нацелилась сугубо на вот такую маркетинговую деятельность, связанную с развитием собственного бренда. Существуют определенные тенденции, связанные с борьбой против корпораций, так называемые антикорпоративные движения, и, собственно говоря, данная книга написана в духе борьбы с корпорациями, но они все-таки, как мне представляется, носят такой локальный характер достаточно, но, тем не менее, есть определенные такие примеры, в частности, Науми Кляйм говорит о таком молодом художнике, 30-летнем, как Рудригес де Джерардо, который срывал эти рекламные вывески с рекламных счетов, и все это перерисовал в духе такой ироничной, пародийной, такой художественной какой-то реальности, то есть он, можно сказать, разные сюжеты вот этих рекламных компаний обыгрывал в таком, ну, ироническом ключе, да. Можно прежде всего сказать, что эти люди исходили из того, что улицы являются, ну, общественным пространством, и никто никогда не изъявлял желание видеть на этих улицах вот эти рекламные вывески, да, которые, собственно говоря, транслируют ложные ценности населению, и поэтому они говорят о том, что если мы имеем дело действительное с демократией, то все должно быть демократическим образом выстроено, и население тоже должно иметь возможность каким-то образом выражать свое несогласие с тем, что им навязывают вот эти крупные корпорации каждый день. Ну, и резюмируя от себя, я хотел бы еще сказать о том, что реклама действительно часто апеллирует к низменным таким биологическим инстинктам человека, пытается играть на этих импульсах, и, как было замечено выше, транслирует обществу совершенно ложный набор ценностей, что особенно имеет огромное значение, когда мы говорим о молодежи, потому что вот это потребление, которое навязывается молодым людям, подменяет вот те установки, которые были бы нацелены, прежде всего, на становление и на развитие личности. Ну, и, естественно, все это играет такую негативную роль, все больше и больше захватывает подрастающее поколение. Любую какую-то самую искреннюю идею, инициативу творческого характера эти коммерческие институты пытаются освоить, пытаются как-то втянуть в свою деятельность, которая связана с получением прибыли, и сводят в итоге какое-то самое благое начинание к очередному коммерческому проекту, который бы ничем не отличался от всех остальных. Ну, и пытаются также играть с молодежью вот эти владельцы крупных компаний тем, что свой собственный образ они строят, исходя из каких-то подростковых, таких молодежных трендов. Тут можно вспомнить и Фила Найта, который, руководителя Nike, да, который, будучи взрослым человеком, часто вел себя в обществе как, ну, типичный подросток. Ну, и очень много таких примеров, поэтому молодые люди на это все, естественно, реагируют, как на некоторое проявление искренности со стороны этих фигур. На самом деле это всегда является некоторой трансляцией определенных таких стандартов поведения, да, некоторого заигрывания и с молодежью, в частности, и с попыткой привлечения огромного количества молодых людей на свою сторону. На этом, дорогие друзья, у меня сегодня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok